Всем добрый день! В этом видео я расскажу про доработанную библиотеку МЭП, позволяющую выводить спецификации и чертежи максимально близко к ГОСТу. Данная библиотека разрабатывается для применения при проектировании промышленных зданий. На текущий момент с ее помощью выполняются разделы ОВЭ, ТС и ТХ. В базу заложены как стальные нержавеющие элементы, так и элементы из полиэтилена ПВХ. Основная задача, которая вставилась при доработке библиотеки, это максимально автоматизировать вывод спецификации, сократить время на оформление и обеспечить быстроту корректировок. Вот в этом видео я как раз покажу, чего удалось добиться. Библиотека постоянно дорабатывается сейчас, добавляются какие-то новые вещи, но некий костяк основа уже заложена. Про него я сегодня расскажу. Давайте я оставлю включенными только слои с коммуникациями ТБ-ШСОВОЙ и ТХ. Как видите, для оформления, для размещения элементов требуется совсем немного слоев. То есть вся технология, все трубопроводы поместились всего лишь на одном слое трубопровода, но отдельный слой с оборудованием. Сейчас мы это все включим. Давайте пройдем по основным возможностям. Основное отличие от стандартной библиотеки это параметры модельного вида. Здесь есть вкладка общие параметры map. И давайте пройдемся по ее настройкам. Итак, мы можем включить отображение показа только осевой линии. В этом режиме у нас остается только осевой линии. Собственно, в этом режиме мы и отправляем все на экспертизу. То есть если я сейчас открою принципиальную схему OV, то здесь в параметрах модельного вида включено отображение только оси и включены условные обозначения, которые как раз таки наносятся на решетках, показываются проходы через перекрытие, то есть тайки. Далее в параметрах модельного вида для удобства построения можно вывести отображение размера и отметки оси. В этом случае у каждого элемента появится его отметка, размеры и к какой системе он относится. Это используется только при построении, чтобы каждый раз наладить в параметры элемента. И для выдачи чертежей не используется. Также в параметрах модельного вида мы можем включить фильтрацию по системам. Поскольку у нас все элементы расположены на одном слое, то выводить ту или иную систему на лист, отключив остальные, можно следующим образом. На вкладке параметра модельного вида общий параметр Map есть вот такое вот окошко. Сейчас здесь стоит галка «Все системы». Если ее отключить и прописать в систему, которая нам нужна, то все элементы, кроме заданной системы, скроются. И мы можем вводить таким образом 3D-документ для оформления аксонометрией. Давайте пройдем непосредственно по разработке раздела ОВА. Ключевые особенности. Во-первых, при формировании характеристики фотоопительной системы и таблицах воздухообмена используется стандартная зона, которую наносят архитекторы. То есть в этой зоне есть вкладка для параметров ОВА, где задается именно систем, которые обслуживают это помещение. Устанавливается кратность, расход. Все это считается автоматически на основе размеров этого помещения, то есть объема его. В случае необходимости можно подправить немного, то есть большую сторону, меньшую, как нужно. И здесь же посмотреть, какой этот объем выводится. Затем все это через интерактивный каталог сводится вот в такую вот таблицу воздухообмена. Если в этой таблице выбрать любую строку и перейти, то, соответственно, у нас подсветится наша зона. И можно посмотреть, что где в таблице находится. Характеристики отопительных систем привязаны непосредственно к оборудованию. То есть здесь каждая строка – это приточная либо вытяжная установка, в которую забиты параметры. Вот эта установка в ее свойствах забиты как параметры для выдачи задания электриком, то есть напряжение мощности, так и параметры, которые будут выводиться как в заказную спецификацию, так и в характеристики отопительных систем. Чтобы исключить задвоение информации, то есть чтобы не ее заполнять и там, и там, все это берется из одного места. То есть наименование, какое пошло в спецификацию, такое же пошло в характеристики отопительных систем. Давайте посмотрим, как создавать схему той или иной системы. Итак, нам сейчас потребуется зайти в аксонометрию. Настроить вид таким образом, чтобы у нас максимально удачно отображалась система. Если требуется максимально точное соответствие ГОС на изометрические и аксонометрические виды, то в параметрах 3D-проекции можно поправить вот эти коэффициенты, чтобы они полностью соответствовали ГОС. Теперь мы отключаем ненужные слои и отключаем ненужные системы. Здесь это уже настроено, вот аксонометрия, В. И параметры модельного вида включаем, допустим, В-схему. Теперь из этого создаем 3D-документ. Отключаем в него штриховки. И можем переходить непосредственно к оформлению. Все высоты мы расставляем специальной выносной надписью. У меня она сохранена в избранном. Называется она отметка высоты. Она автоматически считывает данные из элемента и выводит эту отметку. Выноски с информацией о системе и размерах сечения также делаются автоматически. Для стандартных элементов. Для воздуховодов, отводов, решеток. Все данные для спецификации зашиты непосредственно в объект. И выводятся в свойства с помощью аддон. Давайте на примере воздуховода покажу. В свойствах у нас, как вы видите, стоит синхронизация. С тем или иным параметром GDL объекта. Ну а собственно параметр GDL объекта уже считается, исходя из размеров и значений заданных в самом объекте. Все для решетки. То же самое. Формируется все это автоматически. И затем через интерактивный каталог выводится как в спецификации ведомости объемов работ, так и в заказную спецификацию. Вот у нас спецификация ведомости объемов работ, полностью соответствующая стандартам, которые принимает экспертиза. Причем здесь, обратите внимание, монтаж воздуховодов идет в квадратных метрах, а в заказной спецификации у нас идет просто уже в огонных метрах. Давайте зайдем на заказную. Вот так выглядит заказная спецификация. Также все столбцы здесь заполнены автоматом, ну кроме примечания. Все это выводится из свойств элементов. Нумерация автоматическая с помощью аддона. Затем это все размещается на макетах. Причем в архикаде, как вы знаете, есть возможность размещения таблицы на нескольких макетах, поэтому ее резать не нужно. Она автоматом разложится по листам сама. Ну, с увы, все достаточно просто. Немного доработанные элементы. А вот с ТХ, то есть с трубопроводами, все немного интереснее. Давайте рассмотрим, как выполняются трубопроводы. Итак, при разработке трубопроводов было принято решение, материалы задавать непосредственно в настройках системы МЭП. Для того, чтобы в дальнейшем мы могли быстро и оперативно менять материал, из которого выполнена та или иная система. Делается это следующим образом. В параметрах систем МЭП у нас есть несколько полей. Добавлять мы, к сожалению, никакие не можем. Но можем использовать те, что есть, для того, чтобы задать материал. Я решил задавать материал через штриховку. То есть GDL скрипт привязан к индексу той или иной штриховки и по индексу штриховки системы понимает, какой материал необходимо принять. Давайте на примере посмотрим. Итак, вот у меня есть труба. Сейчас у нее задана система из PVC. Спецификация это выглядит следующим образом. Давайте посмотрим на примере, как изменяется этот материал. Меняем штриховку, допустим, на полиэтилен. Смотрим спецификацию. Труба стала полиэтиленовой. И также поменял материал все элементы, которые входят в состав данной системы. И здесь у нас все отводы. Все стало полиэтиленовым. Несколько элементов были добавлены. Появилась возможность создавать опоры для труб, которые привязываются к трассе, и к ланса. Сделаны они на основе стандартного элемента врезка. Вот здесь есть вкладка опоры. Сюда добавлены как СТОшные опоры, так и хомутовая опорка со шпилькой. Такая общая. Причем у нее есть одна интересная особенность. Выбираем хомутовую опору. Наводим на центр трубы. Указываем расположение вверх или вниз. Получаем нашу опору, которая будет двигаться вслед за изменением трассы. То есть, если я трассу куда-то отодвигаю, вверх-вниз, то следом будет за ней двигаться и опора. Но, как вы можете заметить, низ опоры тоже подвинулся. Чтобы это обойти, в опору добавлена возможность задавать отметку. То есть, мы можем прописать, какой отметке ей нужно прицепиться. И в дальнейшем низ шпильки будет отслеживать эту отметку и с нее не уходить. Это я слишком много задал. Давайте, например, он у нас на отметке 10400, подвесим ее к отметке 1080. Теперь при изменении отметки трубопровода верх шпильки остается на месте. Давайте посмотрим, как это все будет выглядеть в режиме с условными обозначениями и в режиме только ось. Сейчас идет доработка условных обозначений. То есть, здесь сейчас угол в принципе соответствует ГОСТ, но еще не все элементы внесены. Сейчас активно как раз вносим условные обозначения для того, чтобы можно было формировать вот такие вот схемы без лишней детализации и простые для чтения. Также для таких схем был разработан элемент проход через стены. Давайте сейчас верну полное отображение. Данный элемент, так же как и опора, ставится непосредственно на трубу и позволяет как показать на оксонометрии, где проходит труба через стены, так и выдать задание конструкторам на сальнике либо кильзе. В данном элементе мы можем задать, что у нас, как у нас конструктивно выглядит узел прохода. То есть, либо это сальник, либо это набивной сальник, либо гильза. Диаметры и длина подберутся автоматически. При этом на планах КЖ мы можем отключить показ всех трубопроводов, но оставить сальники. На вкладке параметры map у нас есть следующая вкладка. Здесь мы можем отфильтровать уже по типу. То есть, можно отключить трубопроводы и оборудование. И останутся только наши проходы через стены, которые мы можем внести в спецификацию именно КЖ. Здесь у нас есть все параметры. Вот его наименование, вот обозначение, масса есть. Это уже непосредственно можно выносить на спецификацию на листы КЖ. При этом привязаны они будут трубами и будут отслеживать изменение диаметра в труб. Технологии поменяли диаметр, сальник обновился. Давайте так же как с собой посмотрим, как выполняется аксонометрическая схема. Итак, включаем комбинацию слоев, в данном случае это аксонометрия, в параметрах модельного вида. Включаем все оборудования и трубопроводы. Ну и теперь, предположим, нам необходимо построить аксонометр и системы. Что это у нас за система? В35. Поскольку у нас система бьется по материалам, то есть в одной системе может быть и ПВХ и стальные трубы, библиотечные элементы сделаны таким образом, чтобы выводить так сказать очищенное имя системы. То есть все, что стоит до скобок, он выведет в параметр имя системы. И затем этот параметр с помощью аддона выведется в свойства. Таким образом, в параметрах модельного вида нам достаточно прописать только основную часть наименования системы без дополнений по тип материала. В35. Те элементы, которые запроектированы стандартными инструментами, в данном случае балка, мы скрыть таким образом, конечно, не можем, но в 25 версии есть такая очень удобная вещь, называется скрыть выборку. То есть мы можем разом выбрать все эти элементы и скрыть ее. теперь из этого создадим 3D-документ. Можем вот эти лишние элементы тоже раскрывать. Также создаем 3D-документ. вот таким образом. Чтобы убрать вот эти соединительные, чтобы они аккуратнее показывались, можно поставить детализацию повыше. Вот таким образом. Все. Дальнейшее оформление принципиально ничем не отличается от ОВ. Берем выносную надпись отметка высоты. и проходим по нужным нам элементам. Также можем вынести любые параметры из библиотечного элемента с помощью выносной линии в гардловую мод. Здесь мы у нее прописываем в знаках между знаками процент имя нужного нам параметра либо свойства. предположим мы хотим вынести диаметр. Посмотрим что у нас есть свойствах. Вот например мэп размера элемента. Получили нашу выноску. Один раз настроив выноску можем захватить ее параметры выбрать выбрать другие нужные нам элементы и подписать их разом автоматически на нанесение выноски. Таким образом. Спецификация можно готовить как в общем то есть заказную спецификацию так и отдельно по системам. посмотрим что у нас тут сохраненных видах есть. Вот уже оформленная схема. вот таким образом вылет и спецификация к ним. На этом небольшой обзор библиотеки собственно закончен. На подробностях я специально не останавливаюсь потому что у каждого проекта они могут быть свои у каждой фирмы они могут быть свои. Основа данной библиотеки это измененные параметры модельного вида. Некоторая информация в параметрах самих библиотечных элементов которая позволяет им автоматически формировать название как для спецификации так и для ведомости объемов работ. Ну а также усиленное использование аддона самстав для вывода значений параметров gtl-объектов свойствов и для перенумерации элементов. На этом все. Задавайте вопросы в комментариях пишите в телеграм-канал. Всем спасибо.